Всем привет! Очередной выпуск новостей по иммиграции из Австралии с Виктором Овчаренко. Поправился? Выздоровел? Да, восстановился. Здравствуйте. И сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы скидываете в нашу соответствующую группу, которая так и называется «Вопросы для видео». Так, первый вопрос. Подскажите, пожалуйста, как можно получить спонсорство штата, если есть статья на эту тему? Специальность электрик. Диплом техникум плюс 6 лет опыта. Хорошо. Давайте мы сейчас оставим в стороне конкретно специфику по подтверждению специальности электрика на основании тех данных. А будем предполагать, что у человека уже имеется сданный английский язык, уже имеется подтвержденная специальность, и он уже подал заявку с выражением интереса иммиграции в Австралию на сайте Департамента внутренних дел Австралии. То есть эти действия совершены. Соответственно, каждый штат и каждая территория Австралии имеет свои критерии и имеет свои требования для номинантов. Некоторые штаты не требуют дополнительной регистрации, некоторые штаты и территории требуют дополнительной регистрации. В частности, штат Квинсленд работает с заявками, которые поданы в системе Skill Select, то есть Expression of Interest, и разбирает их два раза в день после объявления о том, что программа штата открыта. Если ваша заявка была рассмотрена штатом и власти штата проявили интерес, в данном случае штат Квинсленд, то они пришлют вам ссылку приглашения на подачу документов, подготовьте документы, прикрепите их, оплатите сбор. Они будут рассмотрены в течение двух недель и, соответственно, вынесено решение. Если мы говорим о штате Виктория, о штате Южной Австралии, то эти штаты требуют дополнительной регистрации у них на их сайтах. Отмечу, что штат Виктория работает по программе STEM, то есть это Science, Technology, Engineering, Mechanics and Mathematics. И если у вас имеется опыт работы и образования не в этой области, то рассматривать штат Виктория, наверное, не нужно. Следующий вопрос. Как проходит процесс подтверждения лицензирования данной специальности? Долго ли длится процесс? Возможно ли пройти процесс лицензирования, удаленно находясь за пределами страны? Вот, к сожалению, не сказали, о какой специальности идет речь. Давайте поймем. Значит, соответственно, не озвучена специальность в данном вопросе, и поэтому обзор по подтверждению и получению лицензии я сделать не могу. Я могу отметить лишь, что каждая специальность имеет свои требования, как по подтверждению для иммиграционных целей, так и по получению лицензии для работы в Австралии. Это всегда разные вещи, прошу понять. И в продолжение. Тоже интересует услышать немного информации о лицензировании. Имеется украинское свидетельство крановщика. Нахожусь в Австралии. Что ты можешь сказать? Давайте поймем обратно. Если речь идет о лицензировании специальности для того, чтобы можно было работать в Австралии, наверное, это не ко мне. То есть нужно осмотреть именно требования той организации, которая лицензирует тот или иной вид деятельности на территории того или иного штата, потому что требования могут различаться от штата к штату. Это не иммиграционный вопрос, а это вопрос, относящийся уже к регулированию властями штата той или иной деятельности. Трудовой деятельности, да. Ну, последний вопрос. Вообще вопрос очень интересный. В сети появилась информация о том, что кто-то помогает выехать с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет. Особенно, если есть туристическая виза. Поясните, пожалуйста, что это такое? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте поясним, когда мужчина может выехать и из Украины в условиях военного положения. На период действий правового режима военного положения указом президента Украины от 24.02.2022 года, номер 64, дробь 2022, о введении военного положения в Украине, выезд за пределы страны граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещается. Ограничение по пересечению границы на выезд из Украины не применяется к отдельным лицам этой категории. В частности, имеющие удостоверение об отсрочке от призыва и уведомления о зачислении на специальный военный учет, скорее всего, это не наш кейс. Имеющие заключение военно-врачебной комиссии о непригодности с исключением из военного учета, это тоже, скорее всего, не наш кейс. На издевлении которых находят строй и более детей в возрасте до 18 лет, ну, здесь все понятно, достаточно много заявителей, которые, имея действительно более трех детей, или трое детей, подаются, и они успешно получают визы. Самостоятельно воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет. Это, возможно, наш кейс, когда заявитель подает документы, что он воспитывает детей и живет с ними самостоятельно, отдельно от супруги. Супруга подписывает форму 1229, и здесь вопросов никаких не возникает. Далее, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью первой и второй группы до достижениями 23 лет. Ну, здесь тоже, в принципе, все понятно, сложностей при получении визы не возникает. Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты, или дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет. В принципе, да, это, возможно, наш кейс, но здесь возникает сложность именно с разрешением на вывоз ребенка в возрасте до 18 лет, то есть потребуется подготовить определенный пакет документов. Далее. Занятый постоянным уходом за нуждающимися в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход. Выехавший в другое государство на постоянное место жительства, что, соответственно, документально подтверждено. Ну, здесь все достаточно понятно. Соискатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты и стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения и образования, студенты и слушатели. Это прям наш вообще. Да, я думаю, что, скорее всего, это именно тот случай, о котором задавали вопрос. Ну, соответственно, пересечь границу на выезд Украины могут военно обязанные, отдельные категории граждан, предусмотренных законодательством в случаях, в частности, водители, в частности, забронированных для осуществления международных грузоперевозок, перевозок для нужд вооруженных сил Украины и так далее. То есть это тоже не наш случай. Необходимо отметить, что все граждане, попадающие под исключение, должны иметь необходимые документы для подтверждения. При этом в ходе мер пограничного контроля со стороны властей Украины будут проверяться их действительность и факт выдачи соответствующими органами. Какие отсюда следуют выводы и возможности? Первое. Туристическая виза для отца двух и более детей при наличии документов, что он воспитывает детей сам, без супруги, и наличие формы 1229, подписанной супругой, для получения визы. Второе. Зачисление в учебное заведение Австралии на получение профессионального высшего и высшего образования. Отмечу, что в данной ситуации в ходе пограничного контроля со стороны Украины могут возникнуть вопросы о соответствии имеющейся визы, туристической конкретно, а не студенческой, для прохождения обучения в Австралии. Стоп. А вот здесь вот интересно. Если человек едет на учебу в Австралии, на профессиональное обучение можно ездить только по студенческой визе? Ну, давай я поясню. Следует отметить, что туристические визы имеют ограничительные условия 8201, а именно во время нахождения в Австралии держатель визы не может проходить обучение или тренинг, длительностью более трех месяцев. Также туристические визы для граждан Украины освобождены от ограничительного условия 8503, не позволяющего подать валидное визовое заявление на любую другую визу, за исключением гуманитарной, ну, под класс 866. Это означает возможность получения студенческой визы и возможность получения под это дело предложения об учебе от учебного заведения в Австралии. Так называемый letter of offer, либо после оплаты требуемого депозита учебному заведению подтверждение о зачислении в учебное заведение, confirmation of enrollment. В данном случае остается лишь обоснованно объяснить офицеру пограничного контроля со стороны Украины, почему человек выезжает на учебу по туристической визе, имея зачисление в учебное заведение, к примеру, длительностью более чем разрешенные 3 месяца. Какие здесь могут возникнуть неожиданности? Австралия – страна с очень высоким уровнем жизни. Иными словами, совершенно бесплатной и бескорыстной помощи ожидать не стоит. Любые действия совершаются с учетом финансового интереса организаторов. При этом сами организаторы могут делать все совершенно бесплатно, но как образовательные агенты получают свою комиссию со стороны учебного заведения. Это не секрет, это известная информация. Также есть смысл четко прояснить ситуацию, когда необходимо произвести возврат средств, оплаченных учебному заведению. Какая часть этих средств будет возвращена и какая часть будет удержана учебным заведением? Как быстро эти средства будут возвращены? Будут ли они возвращены, к примеру, на банковский счет в Австралии, если оплата изначально проводилась не из Австралии? Отдельно есть смысл рассмотреть в соответствии с критерием Genuine Temporary Entrant. Там четко изложены все критерии, когда студент или человек, претендующий на получение студенческой визы, является Genuine Temporary Entrant. Ну вот, в принципе, кратко обзор. Ну смотри, я вижу явные противоречия. То есть человек может выехать с Украины на учебу, но обучение в Австралии, как таковое, длительное обучение с получением Confirmation of Enrollment, дается только по студенческой визе. А студенческая виза это более трех месяцев. Да, но получение о зачислении в учебное заведение отдается до того, как у соискателя имеется на руках студенческая виза. Значит, эта схема будет работать, если не будет никаких вопросов со стороны пограничного контроля Украины? Ну, само название схема, она уже вызывает определенную опаску, то есть можно посмотреть точный перевод происхождения. Возможность процесса. Возможность. Да, если со стороны пограничного контроля возникнут вопросы, то данный процесс работать не будет. Если со стороны пограничного контроля вопросов не возникнет, тогда все будет в порядке. Хорошо. Полагаю, что за более подробную информацию можно обратиться к тебе? Ну, в принципе, да, скажем так, те люди, которым действительно нужна помощь, они обращаются, и все перечисленные варианты, они рабочие, и они подтвердили свою успешность до текущего момента времени. Единственное, что следует понимать, что в связи с тем, что квоты, выделенные для граждан Украины на туристические визы и на гуманитарные визы, все-таки уже подходят к концу, соответственно, правительство начинает более пристально рассматривать заявления и получить туристические визы на текущий момент гораздо сложнее. Я уже молчу о студенческих визах и так далее, потому что студенческие визы подразумевают а, наличие некоторого уровня английского языка, требуемого законодательством, и б, наличие определенных финансов с подтверждением их происхождения. И, ну, будем говорить откровенно, далеко не все могут это показать. Да, к сожалению. Вот такие, друзья, ваши вопросы. Пожалуйста, оставляйте свой вопрос в нашей группе, которая так называется «Вопросы для видео», и в одном из следующих роликов мы его обсудим более подробно. Благодарю вас за внимание. С вами был австралийский лицензированный миграционный агент Виктор Овчаренко. Номер лицензии MARA 0964258. Проект подготовленный и осуществляется совместно с KeyVedication. Пожалуйста, учитывайте, что вся информация, озвученная в данном видео, носит лишь ознакомительный характер и не является какой-либо персональной рекомендацией для кого-либо. Если вам нужна моя персональная помощь или совет, обращайтесь, пожалуйста, в рамках платной консультации. Я буду рад вам помочь. До свидания, до новых встреч. Спасибо, до свидания.